Снова обратимся к Иакову. Что происходило с этой историей? Почему Иаков попросил Исава продать ему первородство? Ждал ли Иаков такой возможности, чтобы заполучить что-то от своего брата? Исав сказал, я вот-вот уже умираю. Это правда? Даже близко этим не пахнет. Помните, что Исаак богат. У него очень много стад животных, скота. Очень много слух. Исав был голоден. И он не умирал с голода. Но такой человек. Такой тип человека, который говорит, я хочу то, что я хочу, и я это хочу сейчас. Это первый пункт. Во-вторых, в еврейской традиции. Вы знаете, что это? Это годовщина смерти родителя. Поэтому религиозные евреи в наше время каждую годовщину, каждый день годовщины смерти родителей говорят молитву. Это просто как вы чтите, помните родителей. В еврейской традиции. Этот день, этот день смерти Абрама. И поэтому традиция в те дни была такой, что первенец должен приготовить особую еду для своего отца. Поэтому Исаф должен был это делать. Но он был там, где-то гулял, где-то делал, что хотел. И поэтому Яков это тот, который исполняет эту религиозную ответственность. Или же он готовит ту еду, которую должен был готовить Исаф для отца. Когда Яков сказал, продай мне свое первородство. Это указано на то, что Исаф не только не заботился о своем отце, но кушанье было приготовлено для его отца. И он даже просит, чтобы ему дали часть от него покушать. И Яков говорит, это то, что можно прочитать между строк. Если мы также рассмотрим еврейскую традицию. Яков говорит, слушай, Яков говорит, Я исполняю все обязанности первенца. И если ты вообще об этом не заботишься, тогда да, это мне. И Исаф говорит, хорошо, бери. И он кушает, и он уходит. Рассказали ли они своему отцу, случившимся? Мы не знаем. Наверное, нет. Рассказали ли Ребека Исааку то, что сказал ей Бог о ее сыновьях? Мы этого не знаем. Через пару минут мы к этому возвратимся. И вначале посмотрим на 26 главу. В стране был голод. И Бог говорит Исааку, Не иди в Египет, оставайся здесь. И поэтому Исаак поселился в Гераре. Это же место, в котором Абрахам жил Абраам много лет назад. И он говорит своей жене Ребеке. И он говорит, она моя сестра. Так же, как и Абрахам много лет назад. Он говорит, я женился на очень красивой женщине. И они заберут ее, то убьют меня. И даже прежде, чем Аббимилех мог попытаться забрать ее себе, он посмотрел из окна и он увидел, что у Исаака и с Ребекой привязанность. Такая привязанность, которая не бывает с сестрой. И он зовет Исаака. И сказал, что ты сделал? Он сказал, что один из людей может быть взяли ее. И мы были бы виновны. И Абимилех знал, что у Исаака было благословение Абраама. И говорит остальным людям, не трогайте ее, не прикасайтесь к ней. И сел Исаак, 12 стих, сел Исаак в земле, то и получил в тот год и очми меня во сто крат. И стал великим человек сей. И филистинляне стали завидовать ему. И говорили Исааку тоже, что говорили Абрааму. Ты слишком могущественен. И он обновил те колодцы, которые были выкопаны Абрааму много лет назад. И в 19 стихе нашли они еще колодец. Произошел большой спор по этому поводу. Эта ситуация произошла во второй раз. Наконец он продвигается дальше. Копает еще колодец, и никто не спорит с ним. 23-24 стихи. Он идет в Версавию. И Бог является ему. Не бойся, говорит. Я Бог Абраама, Отца Твоего, я буду с тобой. И все благословения Абраама будут твои. Поэтому он строит там алтарь. Чтобы поклоняться Богу. И это слово алтарь, это ключевая идея, ключевое слово. Авимилех выходит с одним из своих друзей и военно-начальником. И говорит то же ему, что говорил Абрааму. Мы видим, что ты силен, давай заключим завет друг с другом, чтобы мы друг другу не принесли вреда. Похоже на обновление того завета, которое был заключен с Авраамом. Если вы посмотрите первоначальную историю, то в первоначальной истории также были включены потомки. И Авимилех хочет удостовериться, что Исаак помнит об этом. Исаак копает колодцы. Вода и колодец — это символ Духа Святого. Вы знаете, что вода имеет один из таких символов. Он идет и раскапывает старые колодцы. И это хорошо, выкапывать старые колодцы. Это понятно, да? То, что традиционно обогащало верующих. Учения, принципы, благословения. Но также нам нужно копать новые колодцы. Потому что у Бога есть какое-то новое вдохновение для каждого поколения. 27 глава. Исаак был старый, и он плохо видел. Он говорит, я старый, я не знаю, когда я умру. История говорит, что это тоже. Это тоже. Это chapter 27, verse 2. Второй стих. Я состарился, не знаю дня смерти. Возьми орудия твои, колчан, лук, пойди в поле, налови дичи. Принеси мне, я благословлю тебя. И что он хочет делать? Он уже готов благословлять Исава. Почему? Потому что любит Исава. И в этой семье существовала проблема. Знаете термин такой есть в английском? Дисфункциональная семья. Да? Да или нет? Не в русском. Не в русском. То есть, семья с проблемами. Но, другими словами, динамика, взаимоотношения очень плохая в семье. Сказала ли Ребека Исааку, что Бог сказал? Мы не знаем. Но даже если она сказала, тогда Исаак просто проигнорировал это. Если она не сказала, почему она не говорила? Потому что она испугалась. И тем, что возможно он не послушает ее. То есть, между мужем и женой. Проблемы в коммуникации. В общении. Потому что Исаака было слепое пятно. То, что он не может видеть. Он не может видеть физическими глазами. Но также у него было слепое пятно духовно. У нас у каждого есть какие-то территории, которые мы не можем разглядеть. Все, и у нас у каждого есть что-то в отношении самих себя. Но также в это время другие люди могут это видеть намного лучше, чем мы. И Ребека услышала это. И она обеспокоила. Ну, прежде, знал ли Исаак что Исаак продал свое право первенца? Если он не знал об этом, то почему? Конечно бы Исаак не рассказал ему об этом. Но, может быть, Яков бы рассказал ему. Но, может быть, Яков бы напугался это сделать. И он знал уже до того, что отец любит Исаа больше. Или, может быть, Исаак знал историю. Но просто игнорировал это все. И Ребека выслушивает все это и идет разговаривать с Яковом. Слушай, я вот слышала, как твой отец разговаривал с Исааком. И она говорит, я хочу быть уверенна в том, что ты получишь то, что должно прийти тебе. И она говорит, я сделаю ту еду, которая ему нравится. И ты пройдешь к самому отцу, притворишься Исааком. И Яков говорит, я не могу этого сделать. Он волосатый, и мой отец почувствует, что я не Исаак. И говорит своей матери, то, что ты хочешь превратить в благословение, может стать проклятием. Что отвечает Ребекка? Она берет всю ответственность на себя. И снимает Якова. И говорит, проклятие будет на мне. Здесь есть проблема. Мать думает, что ей нужно обмануть своего собственного мужа. Почему? Она думает, что он слеп не только физически. Она думает, что он слеп духовно. Это понятно? Было бы лучше, если... Если бы она с ней и Джейкоб просто пришли и сказали, ты делаешь огромный ошибок, вот это, что Бог мне сказал. Кроме того, Исааку все равно, есть ли у него первородство или нету. Ну, ответа в том, что да, может быть, это было бы лучше. Может быть, это было бы лучше. Но все равно эта динамика в семье была настолько плохой, что она могла позволить себе сделать это. И поэтому Яков одевает одежду, Исаама берет кушанье, вносит кушанье к отцу и говорит, мой отец. И Исаак говорит, кто ты? Он говорит, я Иса, твой сын. И если вы только посмотрите на эту ситуацию, то похоже, что это ложь. Конечно, с одной стороны, это была полная ложь. Но с другой стороны, у него было право. Потому что право было продано уже Исаам. Правда? И возможно, мы можем говорить, что законно, у него было право сказать, я Исаав. Мы четко знаем, что первородство уже было продано Исааму, Иакову. Он подходит поближе к Исааку. Исаак нюхает одежду и чувствует на ощупь. Он говорит, звучит как Яков, но чувствует, что как будто это Исаав. Второй раз спрашивает, на самом деле ли ты мой сын Исаав? Вот он отвечает, да, я сын. Хорошо, тогда дай мне кушанье. Он кушает и пьет. Затем он подходит поближе. Там, говорится, он поцеловал его и благословил его. Благословениями просветания, чтобы народы служили тебе. И сыновья твои и мать тебе поклонились тебе. И самое же, что Бог сказал, что Абрама, Повторяет благословение Бога Абрама, благословлю благословляющих, поклинув поклинающих. И Яков получает это благословение. И вскоре после этого, приходит Исаав. И приходит к своему отцу и говорит, вот еда, благослови меня. И Яков, после того, как он узнал, что он обманут, начинает трястись. И говорит, твой брат только приходил и взял твою благословение. И он забрал твое благословение. И Исаак очень-очень опечалился. О, отец, я просто не могу это померить. О, я, он плачет. И Исаак говорит, ну, уже слишком поздно, я его благословил, и он будет благословен. Почему Исаак говорил это? Возможно, в тот момент он увидел, что Бог сохранил его от огромной ошибки. И Исаак сказал, нет, я признаю, что я сделал правильное, даже если я не думал, что я был. Он сказал, что я сделал правильное, даже если я не думал, что я был. То есть, как бы, я поступил правильно, хотя на самом деле так не думал. Возможно, еще одно объяснение этому. И, возможно, это идет все вместе, рука об руку, и это все произошло. В те дни, когда вы давали клятву, вы должны были сохранить ее. Также отдали, благословили кого-то. Не могли забрать его обратно, это было уже совершено. Благословение произнесенное невозможно изменить. Это часть мировоззрения в древнем мире. Поэтому Исаак получил некоторое благословение от отца, но оно не было уже таким большим. Исаак возненавидел своего брата и уже намеревался его убить. И Ребекка слышит, что слуга говорит об этом. И говорит Исааку. Еще одно, то, что я забыл даже упомянуть. Исаак женился на хитиянке. И его отец и мать не любили его поступок этот. Это огорчило их сердце. И вот Исаак. Его отец любит его. И никогда не исправляет его. Даже не способен увидеть то, что он не духовен. И все равно у Исааку не было уважения к своему отцу. Он идет и берет жены, на которую даже не получил разрешение от отца. И его отец не хотел, чтобы он брал жены из того народа. Что символизирует Исааку? И он человек, у которого есть все привилегии. Но он не сильно о них заботится. Он не имеет никакого уважения к тому человеку, кто передал эти привилегии. Его все поступки без малейшего уважения. И он не заботится о духовных благословениях. Исаак – тот человек, который живет ради удовольствия одномоментного. Он как типичный мирской человек. И Ребека говорит Исааку, что давай Акова отправим к моей семье, чтобы он нашел там жену. И в 28-й главе Исаак подзывает, зовет Якова и благословляет его. Говорит ему идти к его семье и найти там себе жену. И говорит ему, что Бог даст себе благословение Авраама. Затем Яков уходит. Что происходит потом? Он приходит к месту Бейт-Эл. Это то, как назвал он это место. Он засыпает там. И у него было видение в то время, когда он спал. И Бог обращается к нему. Он видит лестницу между небом и землей. Ангелы Бога сходят вниз, поднимаются вверх. И вверху лестницы находится Бог. И он обращается к Якову. Я Бог, Бог твоих отцов Авраама и Исаака. И повторяет снова обетования, которые были даны Аврааму и Исааку. Земля будет твоя. Твои потомки будут, как песок земной. Все семьи земные благословятся в тебе. Я буду с тобой, буду хранить тебя, где бы ты ни был. Я тебя не оставлю, пока не исполню все слова, которые сказал тебе. Давайте возвращаемся обратно и повторим историю о Якове и Исааке. Существует два места, что если бы Яков на самом деле был таким пронырливым, хитрым человеком, тогда бы у Библии появилась возможность рассказать нам об этом. И сразу после истории о продаже Исаамам своего первородства Якову идет очень важная фраза. Комментарий. Это мнение Библии о том, что произошло. И помните, что там сказано? Исааку пренебрег, презрел первородство. Вот комментарий. Ничего нет плохого в Якове. Негативный комментарий полностью относится к Исааку. И в Библии также появляется возможность сказать комментарий по поводу Иакова и как он забрал первородство. Есть ли какой-то комментарий об этом? Я думаю, что 28 глава это комментарий. Бог в видении появляется, появляется Якову и говорит ему. Говорит ли он ему что-то плохое? Конечно нет. Все, что он говорит, все только хорошее. Все, что я дал Аврааму и Исааку, я отдаю тебе. Он ничего не говорил такого плана. Ты обманул своего отца, ты обманул своего брата, но я все равно тебя благословлю. И когда мы возвращаемся в прошлое, видим, как Исаак был слеп. И в этом тоже есть еще одно понимание, толкование. Что он не мог видеть физически. И он не мог видеть духовно. И поскольку он не мог видеть духовно, поскольку он не видел духовно, Поэтому он и физически не мог видеть, Бог забрал эту способность, чтобы Бог мог передать благословение именно тому человеку, сыну. И поэтому сейчас вы понимаете то соревнование, борьба, которое происходило между Яковом и Исавом, и такого понимания нет в церкви. Они не имеют никакого понимания об этом. И все еще есть некоторые современные писатели, авторы, которые используют эту историю. Есть один друг, верующий еврей, он выходит в церковь в Кливленде. Очень хорошая церковь. Я встречался с пастором, очень Божий человек. Он уважает и любит еврейский народ. Но один из мужчин в той церкви, который преподавал в школе, он говорил о некоторых библейских историях, и уча о евреях. И этот человек сказал в своем классе, «Ну, вы знаете, какие евреи. Всегда обманывают». Всегда пытаются обмануть.